Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Если говорить вкратце, то у нас есть несколько типов лент, в каждой из них присутствуют как бронебойные, так и фугасные боеприпасы, нас интересует лента на бронебойных боеприпасах, ну в основном полностью из бронебойных нет, но там два бронебойных и один фугасный. Вот эта лента позволяет нам пробивать броню толщиной до 53 мм в упор и до 35 мм на дистанции в 500 метров. Это невысокий показатель, откровенно говоря, однако другие зенитки на данных боевых рейтингах пробивают, если и сильно больше, то они все равно не могут справиться, например, с КВ. На всяком случае это им дается тяжело. У нас же тут путь вообще воевать с КВ закрыт, но в основном 34-ки мы кое-как в упор пробивать можем, ну и некоторые другие машины опять же нам поддаются. В общем, эта 20-ка пробивает то, что ну и нужно пробивать зенитки, то есть борта большей части техники и в лоб даже берет некоторые легкие там и слабо защищенные машины, а большего, я думаю, и не надо. Самое главное преимущество этого орудия состоит в том, что даже на бронебойной ленте оно великолепно косит самолеты. Урон от этой 20-ки просто какой-то неэпически огромный, в отличие от всех других, и даже бронебойные боеприпасы самолеты крошат на раз-два. Но, наверное, если бы не было возможности попадать таким типом боеприпасов, все-таки не всегда ваншоты выписываем, то я бы так восхваленно и не говорил про данную 20-ку. А возможность попадать есть. И, пожалуй, это самая имбовая зенитка с точки зрения возможностей своей универсальности избития самолетов и уничтожения наземки. Ибо у нас есть стабилизатор, что дико для БР-3.7, например. Но зато весело. Скорость поворота башни в 41 градус в секунду. Наведение по вертикали также не осложнено. Но вертикальные углы наведения чуть-чуть подводят, но и они в целом достаточны. От минус 10 градусов вниз до 60 наверх. А главное, дикая скорострельность в 1000 выстрелов в минуту. А самое главное, ну, мы не можем это посмотреть в карточке и как-то убедиться, но хорошая скорость полета боеприпасов. Стрелять на дистанцию, опять же, до 2 километров вполне приятно. А баллистика, ну, это мое почтение, просто для 20-мм автопушки, особенно если сравнивать с каким-нибудь вербельвиндом, просто чудесная. Так что здесь у нас плюсы, по сути, по всем фронтам, кроме одного. Раньше у нас была лента на 600 боеприпасов одна. То есть мы стреляли без перезарядки вообще. Да, боеприпасов не очень много, с такой скорострельностью выстрелить их можно за очень короткий промежуток времени. Но если здраво подходить к экономии боекомплекта, то хватит его на несколько самолетов спокойно. Может быть, еще и на фражек на земле останется. Но сейчас ситуация обстоит чуть сложнее. Понерфили немножко аппарат, перетасовали. И теперь у нас несколько кассет по 120 боеприпасов. Ну, если быть более точным, то 5. Время перезарядки этих кассет написано 7,5 секунд. Но время ожидания перезарядки кассеты, ох, тянется бесконечно долго. Особенно, когда ты привык стрелять уже зажимая просто и забыв об этом всем. Кстати, перегрев наступает довольно быстро. Не самая приятная история для R3-T20. Но все равно, учитывая скорострельность, мы успеваем за время до перегрева запустить снарядов 200 в противника. Поэтому не стоит просто пользоваться этой возможностью зажимать до клина орудия. Используйте короткие очереди. Так будет гораздо эффективнее. В общем, с точки зрения 20-ки это очень классно. Да, вербельвинды обгоняют нас с подкалиберными боеприпасами по пробитию. Но кардинально геймплей это не меняет. А вот что меняет геймплей кардинально, это подвижность и бронирование машины. И у R3-T20 с этим все весело. Если про бронирование, ничего хорошего сказать нельзя, ибо пробивается он даже пулеметами. Ибо состоит из алюминиевого сплава, хоть и с рациональными углами брони наклона. Но все это слишком слабо защищено. Во лбу 33 мм еще могут мелкашки выдержать. А вот бочина в 15 уже принимает даже мелкокалиберные пулеметы в упор. Ну а браунинги нас естественно расселяют только в путь практически с любой дистанции. Но главное, что у нас 4 члена экипажа. Они сидят хоть и тесно, и машинка маленькая. Это иногда изредка позволяет выживать. Тем более, что снаряды атакую хлипкую броню могут не взводиться. Но это и наша плохая сторона, потому что фугасы и кумулятивы будут убивать. Правда, на этих БР их не так много, многие стреляют каморниками. Но и самое главное преимущество R3 T20, за что он всем полюбился, это его колесная база, высокая подвижность. И самое главное, никаких особых проблем с грунтами и всем тем, что обычно было присуще колесным машинам другим. R3 T20 сразу вышел таким, что его особо не переворачивает, хотя и можно с управляемостью куда-нибудь вклиниться. Но это просто за счет, конечно, дичайшей динамики. И самое главное, он хорошо управляется и на слабых грунтах, и адекватно поворачивает на наклонных поверхностях. Масса в 3,5 тонны на 95 лошадиных сил, это все-таки очень сильное преимущество, дающее нам практически там свыше 25 лошадиных сил на тонну. На этом боевом рейтинге это самая быстрая машина в принципе. Учитывая то, какую ей сделали проходимость по грунтам и максималку в 115 км в час, вы эту блоху можете найти в самых неожиданных позициях в самое неожиданное неподходящее время. Конечно, если вы на КВ, вам без разницы, она вам только пузико почешет, ну посмеетесь. А во всех остальных случаях, когда вы на 34-ке, я бы на вашем месте оглядывался иногда, потому что можно вдруг наткнуться взглядом на итальяшку. Машина популярна, причем она хорошо себя чувствует как в Аркаде, так и в РБ. В Аркаде, потому что банально она прекрасно справляется с самолетами, ей не нужно особо переживать на этот счет. Да и в принципе некоторые виды техники она может убивать, хотя в РБ за счет своей подвижности на ней можно проворачивать очень интересные тактикульные объезды, но мы все знаем этот департамент антикемпинга. Ей бы еще пробития чуточку больше, и это была бы имба из всех имб. Ну а так, просто имба, приятно познакомиться. Она очень быстрая, она небольшая по размеру, ее можно завесить кустами, и она пробивает, в общем-то, танки так же, как это делают и другие зенитки в целом, но обладая такой подвижной базой и стабилизатором, великолепными возможностями по наведению и маскировке, это, вне сомнения, лучшая зенитка на этом боевом рейтинге, и ее очень даже не стыдно брать и на более высокие боевые рейтинги. Тем более, что у итальянцев с зенитками как-то не сложилось, честно говоря, и после R3-T20 на боевом рейтинге 3.7 пустота аж до боевого рейтинга 8.0. В принципе, это возможная причина, которая объясняет то, почему настолько переапанная зенитка, ну, в принципе, просто хорошо имбовая зенитка, находится в этой ветке. Да, она не настолько выделяется, что ее прям срочно нерфить, ибо танкам она все-таки жизнь так не портит, но я ее всей душой ненавижу, когда встречаю на самолете. Боюсь ее даже больше, чем вербельвин, да и есть за что. Ибо попадать в нее куда проще, баллистик там практически лазерганная. А учитывая дикий урон от этих двадцаток, ну, вы сами понимаете, чем обычно заканчивается встреча с такой вот зениткой на земле. Многие зенитчики, конечно, играют в попытку где-то заныкаться и уничтожать танкистов, на ней, в общем-то, этим тоже можно заниматься, как мы уже выяснили. Но лично я, рассматривая ее как зенитку с точки зрения уничтожения самолетов, могу сказать, что это просто седой секс. Ну, а с точки зрения уничтожения танков, очень много веселого можно о ней сделать, особенно если вы играете взводом. Это, несомненно, очень классно. Рекомендую строго, всем качать, всем надо. А на этом сегодня буду видео заканчивать. Пишите, что вы думаете по поводу данного аппарата в комментариях, и делитесь своими веселыми историями на данном аппарате, если уже такие случились. А я уверен, они быстро происходят на R3-T20. На этом точно все на сегодня. Пойду пилить для вас новый контент. Увидимся в стриме по Таркову. Всем пока-пока.